Проповедь Итак, проповедь, гамилетика, от греческого слова хамилия, гамилия, беседа. Какова же цель проповеди, братья мои? В маленькой африканской стране под названием Бенин был отмечен рекорд случайного попадания в цель. Некто Мэтью Гой, играя в гольф, сделал неплохой удар, но случайно задел этим мячиком пролетающую мимо птицу. Птица, естественно, этого не ожидала, потеряла контроль над своим полетом, и дальше события развивались так. Птица влетела в воздухозаборник военного реактивного самолета, летевшего низко над землей на малой скорости, заходившего на посадку. Самолет тоже потерял управление и рухнул на стоянку, где стояли 4 самолета ВВС Бенина. Надо сказать, что все военно-воздушные силы этой африканской страны представляли собой 5 самолетов. Так, одним ударом по мячику для гольфа были начисто уничтожены ВВС целой страны. Этот курьезный случай заставил меня задуматься, а как часто мы попадаем в цель. Причем не случайно, а специально. Когда речь идет о проповеди, братья мои, то вопрос попадания в цель становится более чем актуальным. Слишком часто нам приходится сталкиваться с неудачами в деле проповедования. И многие из этих неудач объясняются просто. Мы неверно представляли себе цель. А если вдруг мы как-то цели свои достигали, причем происходило это, как правило, случайно, тогда мы поступали примерно так, как герой мультика, описанный Риком Уорреном в его книге «Целеустремленная церковь». Герой мультика стрелял из лука стрелами в забор. И когда стрела в забор вонзалась, он подходил и рисовал вокруг этой стрелы мишень. И когда его спрашивали, почему он так делает, он объяснял, а так я никогда не промахнусь. Мы часто за деревьями не видим леса. Мы часто не можем ухватить всю картину целиком. Существует известная притча о том, что во время постройки собора Нотр-Дам-Шартр некий прохожий решил задать один и тот же вопрос трем разным строителям. Все три строителя тащили большой камень. Одного из них спросил прохожий, что ты делаешь? На что тот ответил, разве ты не видишь? Тащу камень. Второго человека он спросил, что делаешь ты? Он ответил, ну разве не видно? Я зарабатываю на жизнь себе и моей семье. Третий же в ответ на тот же самый вопрос гордо выпрямился и сказал, а я строю Шартрский собор. Слишком часто при ответе на вопрос, а что же мы делаем, когда проповедуем, мы даем поверхностные опрометчивые ответы. В чем же состоит цель проповеди? Какова она? Священное Писание отвечает на этот вопрос трояким образом. С одной стороны, цель проповеди – спасать людей. Так написано. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Есть и вторая цель у проповеди – делать христиан совершенными. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И еще один текст подтверждает ту же мысль. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаю силу его, действующую во мне могущественно. Мы проповедуем Христа, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Ну и третья цель проповеди состоит в церковном домостроительстве. Проповедь помогает строить церковь. Итак, у нас нет другого основания, но мы все строители церкви, в том числе и проповедники. Мы должны знать эти свои цели, когда приступаем к процессу проповеди. Мы должны правильно строить церковь. Какую же церковь должны построить мы? Каков же, так сказать, конечный продукт проповедования? Что же должны мы увидеть в результате хорошей проповеди? Я думаю, было бы нам неплохо об этом порассуждать. Я предлагаю вам обратиться к Библии, для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Говорят, что на Западе один из известных футбольных судей не тренировал новичков, но тренировал сборную страны. И вот он выстраивал перед собою команду профессионалов, людей, которые знали о футболе все. И выстраивая их, он задавал им один вопрос. Он держал в руке футбольный мяч и спрашивал, что это у меня такое в руках? И, конечно, профессионалы недоуменно пожимали плечами и делали какие-то удивленные физиономии. И некоторые из них в сердце своем возмущались и говорили, что он нас спрашивает. Мы не новички в этом деле. Но самый смиренный отвечал, у вас в руках футбольный мяч. И тогда тренер говорил, правильно, в футболе это самое главное. Забудьте, кто вы есть, вот это футбольный мяч. С него мы и начнем. Я хочу задать вам вопрос, братья мои, что находится у меня в руках? Наверное, вы уже считаете себя профессионалами. Большинство из вас уже проповедуют. И, может быть, кто-то из вас недоуменно пожал уже плечами и спросил, зачем он задает такой вопрос? Самые смиренные из вас мысленно ответили. У вас в руках Библия. Правильно, братья, это самое главное. С нее мы и начнем. Давайте с этого начинать. Братья мои, проповедники, обратимся к Писанию, чтобы узнать, какую церковь мы должны построить. Какая церковь должна быть результатом хорошей проповеди? С этой точки зрения мы обратимся к той церкви, которую апостол Павел почти совсем не ругает, но очень много хвалит. И более того, он сам заявляет, что эта церковь стала образцом для всех верующих. Что же за образцовая церковь? Может быть, они собирали невиданную десятину? Может быть, их было 500 тысяч членов? Может быть, у них была гениальная организованная комната матери и ребенка? О чем же говорит апостол Павел? Что же такое образцовая церковь? Церковь нашей мечты и Господней мечты. Обратимся к первому посланию к фессалоникийцам. И прочитаем первую главу. И в этой первой главе мы увидим пять признаков образцовой церкви. На мой взгляд, их здесь не менее пяти. Всего десять стихов. И мы их прочитаем. Павел и Силуан и Тимофей в церкви фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших. Непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во святом духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Итак, в этих десяти стихах содержится пять признаков образцовой церкви. Каковы же эти признаки? Давайте рассмотрим их. Первый признак образцовой церкви заключается в том, что у христиан установлены серьезные личные отношения с Богом. Если в результате вашей проповеднической деятельности христиане начнут общаться с Богом, можете считать, что вы прожили жизнь не зря. Апостол Павел начинает. Павел, Силуан и Тимофей церкви Фессалоникийской в ком? В Великом Древнееврейском Баптистском Союзе? Нет. В Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Павел пишет, что церковь находится не в учении философов и даже не в нормах морали. Призвание церкви быть в Боге. Мы призваны не к идее какой-то абстрактной. Мы не любители религиозного рассуждения. Мы призваны к личности. Это хорошо понимали даже атеисты и коммунисты. Поэтому был создан культ личности, культ Ленина и затем Сталина и других партийных руководителей. Они прекрасно понимали, что идеи абстрактны. Ими долго людей не удержать. И они пытались обмануть, создать культ личности очень так искусственно. Но личность, которая призывает нас, Бог никогда не умирает. Он всегда, всегда жив. И он призывает нас к себе. И более того, я вам скажу, что Бог ценит отношения с нами гораздо больше, чем все остальное. Писание говорит, ты, так как ты дорог в очах моих, многоценен. И я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Так говорил Господь народу израильскому. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжение твое всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, зная всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если б я взалкал, то не сказал бы тебе. Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо валов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Последний текст из Писания говорит нам о том, что Бог ценит отношения с нами превыше нашего служения. Я где-то слышал про то, как некий вдовец жил в своем доме вместе с собственной единственной любимой дочерью. И любимым его занятием было после тяжелого трудового дня сесть вечером у очага и пообщаться с любимой дочкой. Они пили чай, беседовали, болтали, смеялись, рассказывали друг другу о том, как прошел их день. И не было ничего прекраснее этих вечеров. И вот однажды дочь сказала отцу, папа, извини, пожалуйста, но, наверное, в течение недели я не смогу выходить вечерами к нашему совместному чаепитию. Мне нужно выполнить кое-какую работу. Ну, отец сказал, конечно, дочь, если нужно, то нужно. И целую неделю он пил чай один. Через неделю дочь вышла к семейному чаепитию и сказал, пап, на самом деле мне хотелось сделать тебе сюрприз. Целую неделю по вечерам я вязал чудесно вот этот вот свитер. Я и решил его тебе подарить. Вот надень его, прими этот подарок. Отец взял свитер, прижал его к груди и заплакал. И он сказал, дочка, если бы ты знала, как я скучал по тебе все эти вечера. Если бы ты знала, как я скучал по тебе. Я думаю, эта история показывает нам, что Бог желает общения с нами. И если мы, проповедуя, просто констатируем какие-то безжизненные факты, просто учим людей морали или каким-то абстрактным истинам, вроде угол падения равен углу отражения, но результатом этого наставления не становится близость наших людей к Богу, то все впустую. И дьявол знает эту истину. Дьявол позволит вам совершать любое служение, если это служение удержит вас и вашу панству от личных общений с Богом. Вы будете вовлечены в великие движения, у вас будет благословение, большие здания, будет много денег. Но если вы не будете общаться с Богом, все пойдет прахом. Второй признак образцовой церкви. Этим признаком является готовность христиан к труду в силе Святого Духа. Павел пишет, непрестанно пометую ваше дело веры, труд любви, терпения и упования на Господа нашего Иисуса Христа. И он пишет, что слово было у нас в силе, во Святом Духе, со многим удостоверением. Эта истина звучит, может быть, и банально, но она не перестает быть истиной. Христиане должны трудиться. И это признак истинной церкви. Если в результате вашей проповеди слушатели просто сидят таким бессмысленным балластом вроде таких растений в церкви, ничего в их жизни не происходит, может быть, они и молятся, но они ничего не делают, Дух Святой не производит в них никакого действия, они не меняются, то тогда ваша проповедь не достигла цели. Посмотрите, как Павел говорит, вера фессалоникийцев была выражена в деле. Это не просто была вера, но дело веры. У нас очень часто дела наши лишь представляют собой иллюзию деятельности. Призывайте к настоящей вере. Любовь у них была трудом. Павел использует греческое слово «копас», «удар», «боль». Их любовь была жертвой, хорошей жертвой, настоящей жертвой. Надежда их была терпением, терпением упования. Павел настойчиво акцентирует на этом внимание. Не просто нужно бездушно и механистично что-то делать. Это другая крайность. Если в результате вашей проповеди церковь развила бурную деятельность, но эта деятельность не подкреплена любовью, верой и надеждой, то это тоже ничего хорошего не представляет из себя. Мы часто превращаем труд в некое подобие тимуровской работы. Я помню, как я был еще школьником и был тимуровцем, и мне дали адрес какой-то старушки, которую я должен был посетить, чтобы сходить в магазин и помыть полы. Я шел к этой бабушке, и хотя был пионером-атеистом, почти молился, чтобы ее не оказалось дома. Я подошел к квартире, позвонил в дверь, честно прождал пять секунд и ушел. Никто не открыл, бабушке не оказалось дома. Ну, может быть, она просто не успела дойти, но моя совесть была спокойна. Никто не открыл. Так я потом и доложил. В такую тимуровскую работу часто превращается наше служение. Так быть не должно. Но проповедуйте так, чтобы церковь трудилась и труд был действием Духа Святого. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, Бог избирает на такое служение. Мы часто думаем, что у нас что-то есть. На самом деле мы должны попросить Бога, чтобы Он наполнил нас Духом Святым. Когда мы воздеваем руки, я помню, когда я уверовал, мне очень нравилась молитва с воздеянием рук. А в баптистской церкви на это имели право только рукоположенные служители. Мне почему-то представлялось, что когда человек молится вот так, воздевая руки, он как бы пускает Духа из своих ладоней, и благословение у него из ладоней на кого-то изливается. На самом деле, чуть позже я понял истинное значение этого символа. Наши воздетые руки – это символ нашей пустоты. У нас в руках нет ничего. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь наполнил нас, и труд наш был действием Святого Духа. Третий признак образцовой церкви – это само стремление быть образцом. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях, с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии». Фессалоникийцы стали подражателями, греческое слово «мимотей», апостолам и Господу. Они переняли привычки и нормы поведения от апостолов. Они переняли это от самого Иисуса. Фессалоникийцы подражали апостольской вере. Они стали образцом в принятии слова. Вы приняли слово. Они изучали слово. Они были в этом слове. И они стали образцом. И если церковь в результате вашей проповеди не стремится быть образцовой, не стремится к тому, чтобы стать лучшей церковью, то, скорее всего, ваша проповедь не достигает цели. «Братья мои, пожалуйста, сделайте так, чтобы ваша церковь стремилась быть образцом в принятии слова Божьего и поступком в соответствии со словом». Четвертый признак образцовой церкви – это свидетельство о вере. Это умение и готовность христиан проповедовать Христа. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Фессалоникийцы не представляли себе христианской жизни без благовестия. Слово Господне буквально пронеслось подобно вихрю из их пределов в другие провинции. Мы, кстати, тратим множество времени на то, чтобы разрекламировать нашу христианскую тусовку. Но о чем прошла слава? Слава прошла о вере их. И это поразительно. Мы должны проповедовать Иисуса Христа. А что чаще всего проповедуем мы? О чем беседуют служители при встрече друг с другом? Что делаем мы? Что говорим мы, приглашая людей в нашу церковь? «Ах, приходите к нам, у нас такой чудесный хор, у нас новый регент». «Приходите к нам, у нас такой чудесный новый пастор». Вы будете поражены тем, как мы выполнили отделку нашей пресвитерской. Когда встречаются пасторы, они задают друг другу вопрос. «Иван Иванович, сколько у тебя членов церкви?» Хорошо еще, что в бильярд на членов церкви не играет и не относится к членам церкви как к крепостным. «Сколько у тебя членов церкви?» А сколько членов церкви было в Фессалониках, в Колоссах, в Ефесе? Пролистай всю Библию, ты не найдешь там этой информации. Апостола Павла это совершенно не интересовало. Удивить Христа невозможно количеством членов церкви. Удивить Христа невозможно отделкой зданий. Удивить Христа невозможно архитектурой или хоровым пением. Христос всего лишь два раза в Евангелии удивился. Удивился и сказал, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». И еще один раз удивился Христос, удивился неверию их. Что знают люди мира о наших церквах? Что пронеслось по всей вселенной о вас? Слава прошла о вере в Бога фессалоникийцев. Я помню, когда я только уверовал в Христа, я был кабацким музыкантом. И спустя какое-то время встретился мне как-то мой бывший коллега, музыкант, играющий в одном из городских ресторанов в другой группе, бас-гитарист. Он сказал, «О, привет, Паша, давно тебя не видел, куда-то ты пропал из нашего общества, где ты сейчас, кто?» Я говорю, «Ну, я вот, знаете ли, уверовал, мне теперь комфортно, хорошо от этого». Он говорит, «А, ну, здорово, уверовал, значит, ты верующий теперь, это правильно, это хорошо, нужно, ну и как там вообще, в кого уверовал, куда ходишь там теперь, что делаешь?» Я говорю, «Ну, уверовал во Христа, хожу к баптистам». И тогда мой коллега сказал, «Ты что, дурак, что ли? Зачем к баптистам-то?» Ну, я говорю, «Нет, вроде бы как, не дурак, ну, вот к баптистам, а что такого-то?» Он говорит, «Ну, баптистам же телевизор нельзя смотреть». И вот в этот момент мне стало стыдно. Стыдно не от того, что меня назвали дураком, обзывали меня и похлеще. Стыдно от того, что все, что знают люди о моей церкви, это то, что им нельзя смотреть телевизор. Если бы он мне сказал, «Слушай, ты дурак, что ли? Потому что ваши баптисты, они кроме Христа, знать никого не хотят, фанатики они какие-то». Ну, тогда я бы воспринял эти слова как похвалу. Но все, что пронеслось о моей церкви, это вот эта глупая какая-то присказка. Что знают о ваших церквах, братья? Проповедуете ли вы так, чтобы везде пронеслась слава о вере вашей во Христа? Так что никому даже и не нужно было бы рассказывать. Ну и, наконец, пятый признак образцовой церкви – ожидание Христа. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Павел говорил, «Пронеслась слава о вере вашей в Бога. Вы обратились к Богу живому от идолов. Ну и дальше что? Дальше вы ожидаете Иисуса Христа». Христиане не призваны к абстрактной философской идее. Церковь – не кружок людей, объединенных только моральными принципами. Церковь – это не клуб любителей толстого проповедника. Церковь – это люди, которые реально ожидают Христа. Существует такой христианский анекдот. Диакон вбегает в пастырский офис и кричит. «Пастыр, кажется, Христос идет». Пастыр тут же выскакивает из офиса и кричит всем сотрудникам. «Так быстро все нашли себе дело, занимаемся чем-нибудь полезным». В комнате каждого служителя нужно бы повесить плакат. «Хочешь ли ты, чтобы Христос застал тебя за этим делом?» И тут речь не идет о грехе. Понятно, что мы не имеем в виду, что пастыр тайком курит у себя в офисе. Мы имеем в виду, что дело, которым занимается пастыр, чаще всего недостойно ожидания Христа. Недостойно той веникой миссии, которую возложил на нас Христос. Братья мои, когда вы ожидаете гостей, вы ведь приводите комнату в порядок. Вы ведь ожидаете их, готовитесь. У вас все в порядке. Горе разбросавшему носки в день ожидания гостей. Ваша жена вам сделает серьезное замечание. Если вы ожидаете Христа, то и жизнь ваша будет в порядке. Кто-то говорил, один брат, рано утром проснувшись и глядя в окно. «Так, сегодня Христос не придет. Небо чистое, а написано, что он грядет с облаками». Значит, ну а Христос может облака и с собой прихватить. Он может прийти в любой момент. Поэтому, полагая основание церкви, строя церковь, проповедуйте так, чтобы люди ожидали Христа. Вот что должно быть результатом нашей проповеднической деятельности. Вот такая церковь. И, конечно, таково наше с вами служение, братья мои проповедники. Мы должны посвятить этому ни много ни мало нашу жизнь. Простите мне пафос и высокие слова, но это так. Я хотел бы как-то по-другому об этом сказать, но не получается. Реально, если не отдал самого себя на служение проповеди, то и церковь не будет правильной. В Китае есть старая и немного жутковатая легенда о некоем гончаре, которого однажды спас от смерти император Китая. Ну, так получилось. Иногда императоры тоже спасают от смерти простых гончаров. И в благодарность за спасение этот гончар решил изготовить ко дню рождения императора чудесную вазу. Он хотел изобрести новый рецепт фарфора. Вы знаете, что китайцы мастера этого дела. И вот со своими учениками мастер продумал план изготовления этого фарфора. Он рассказал ученикам, каких свойств он хочет добиться. И они вместе стали экспериментировать. Он экспериментировал с разными ингредиентами вот этой глиняной массы. Начал искать рецепт. Много раз в специальном сосуде в раскаленную глиняную массу добавляли все новые компоненты. Но достичь желаемого результата никак не получалось. Фарфор не обладал нужными качествами. День рождения императора приближался. Времени оставалось катастрофически мало. И поняв, что не успевает отблагодарить своего спасителя, Гончар в отчаянии покончил с собой. Он бросился в эту раскаленную массу и сгорел там заживо. Его ученики не успели удержать любимого учителя. Но когда они взяли эту массу на пробу, они с удивлением обнаружили, что она приобрела как раз те качества, о которых мечтал учитель. Оказывается, человеческие кости стали вот тем необходимым ингредиентом. Из этой еще не остывшей массы срочно изготовили вазу и императору ее преподнесли. И узнав, что человек пожертвовал жизнью ради того, чтобы вот эта ваза появилась на свет, император пришел просто в великий трепет. Эту вазу он поставил в лучшее помещение. Эту вазу он берег как зеницу ока. Он говорил, человек отдал свою жизнь, чтобы сделать этот сосуд. Ценил ее больше других. Что касается нас, братья мои? Как же мы? Сможем ли мы отдать свою жизнь на служение тому, кто избавил нас от грядущего гнева? Для жизни церкви нужна ваша жизнь. Иначе церковь никогда не станет такой, какой задумал ее наш Господь. Но для того, чтобы отдать свою жизнь служению проповедью церкви, необходимо, чтобы мы позволили Христу преобразовать наше сердце, сделать нас проповедниками не по названию, а по сути. И об этом мы поговорим в следующий раз. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Продолжение следует...